За окошком уже вовсю хозяйничает зима. Оказалось бы, не так давно было лето, согревавшее нас своими тёплыми, порой даже жаркими объятиями. Сидишь будними вечерами после трудового дня в тёплой уютной квартирке, укрывающей от непогоды. Попиваешь горячий чаёк и вспоминаешь пролетевшие летние дни. Махнуть бы сейчас в Беловодье в тот таинственный и загадочный край, кусочек которого мне удалось познать. Часто беру в руки книгу, наливаю в пиалушку мёд, собранный трудягами-пчёлами в высокогорьях Алтая, устраиваюсь поудобней и перелистываю те несколько страниц, которые посвящены беглецам-староверам, искавшим свободу и счастливую жизнь в Бухтарминском крае, часто называемом камнем. В далёком 1747 году про богатство гор Алтайских стало известно Её Величеству Императрице Елизавете. Не могла царская власть упустить столь лакомый кусок пирога. Был издан указ, обязывавший передать все рудники и заводы демидовские в ведение кабинета Ея Императорского Величия. Неиссякаемый источник доходов потёк в царскую казну. Серебро алтайское оборачивалось роскошными нарядами и неслыханными перами, а доставалось оно горькими слезами, потом и кровью рабочих. Голод и холод горнозаводской каторги вынуждали людей спасаться бегством и даже накладывать на себя руки. Невиновные приходили с повинной воровстве, в душегубстве, лишь бы идти на каторгу, а не на заводы и рудники. Даже простых крестьян сгоняли из таёжных деревень за сотни верст возить руду и лес на своих телегах и лошадях. Как тут не бежать? Бежали все, кто мог, кто хотел. И бегство это с каждым годом набирало всё новые и новые обороты. Мечтал мужик о свободе, о спокойной и счастливой жизни. Сказывали, что есть такое место и называется оно Беловодьем. Поговаривали, однако, что непросто найти туда путь. Побывал там однажды известный беглец, крестьянин Афанасий Селезнёв, по праву считавшийся основателем Бухтарминской вольницы. Вернулся из этой сказочной страны Афанасий за сыном и товарищами, а пути обратного уже не нашёл. Сказка о солнечной стране разнеслась далеко за Уральский хребет. Беловодья искали за степями Семеречье, за Байкалом, Иссыкулем и Леной, а с заводов Алтая тем временем по-прежнему бежал мастеровой людь. Посылала царская Россия на места грозные приказы о пресечении побегов и уничтожении камня. Ежели он и злодеи до поимки себя не будут допускать, по ним стрелять и бить до смерти. Волновали вести о бухтарминской вольнице Санкт-Петербург, но ничего не могли поделать коменданты крепостей на местах. Посылали они новые отряды для поимки беглецов, возвращали малую их часть обратно, да солдат не досчитывались. Как магнит притягивал к себе камень новых обитателей. На местах понимали, что не прекратятся побеги, тем более, что беглецы обзаводятся небольшими селениями, укрепляются в хлебопашестве и промыслах, налаживают отношения с местными. Связанные одинаковой участью, отчужденные от общества, каменщики составляли какое-то братство, несмотря на различные верования. Они были надежными товарищами, помогали всем неимущим припасами, семенами для посева, земледельческими орудиями, одеждою и прочим. За несколько лет мог беглец из нищего стать богатым, как это случилось с Федором Сизиковым, беглецом Барнаульского завода. Причина тому – в отсутствии или минимальном давлении государственных повинностей, хорошо организованной собственной внутренней системе самоуправления и взаимопомощи. Все глубже и глубже пускало свои корни учения о земном пути спасения, бегстве, странничестве, освобождении от тягостей житейских и политических, домашних и общественных. Хорошо жилось алтайскому каменщику на воле, ни за что не променяет он свободу на горнозаводской труд. Выход один – разрешить беглецам-староверам жить на новых местах и принять их обратно в российское подданство. Но как донести эту мысль наверх? Того и гляди, посыплются обвинения в крамоле и вольнодумстве. Но лёд стронулся, и весной 1789 года под видом торгу в Бухтарминскую долину прибыл молодой и любознательный купец Иван Иванов, чтобы вызнать у киргизской садского кочевья что-либо о местонахождении русских поселян. Никак не хотел Аксакал в жаркой лисьей шапке сообщать Иванову, где видел русских беглецов, но зелье хмельное взяло своё. Настороженно восприняли мужики-старообрядцы весть о том, что дозволено им стать законными хозяевами на Бухтарме. Да не спешили прошения о помиловании и принятии в российское подданство писать, выдвинув свои условия. Требовали разрешить им жить на старых местах, в казну платить не денежные подати, а есак, шкурами зверей, по примеру, иноверческих народов. Опрошения о помиловании напишут, коль дадут им уверение, простятся ли они, каменщики, в проступках своих. В апреле 1791 года Государственный совет постановил обнадёжить беглецов в даруемом прощении и предложить поселиться у Бухтарминского медного рудника. А если захотят переселиться внутрь России, то разрешить на основании принятых законов о переселенцах из-за границы. По затерянным в Алтайских горах заимкам разнеслась эта весть. Но и теперь не спешил мужик покидать насиженное гнездо. Ожидал ещё какого послабления, и оно не заставило себя долго ждать. Новое постановление 1792 года даровало высочайшую волю поверенным алтайским беглецам – Даниле Кривошейну, Михаилу Булычёву, Алексею Шестакову и Василию Зайцеву, освобождая их от прежних подушных податей с находящимися при них детьми. Так в государстве российском возникла новая категория подданных – русские ясачные инородцы. Из ущели рек Бобровки и Проездной, Язовой и Тихой, Середчихи и Осочихи, Берели и Катуни, спускались каменщики на более удобные места. По бумагам числилось их 318 душ, но объявилось куда больше. Вместо 30 разбросанных по тайге поселений образовалось 8 новых деревень – Быково, Синная, Коробихо, Печи, Белая, Фыкалка, Осочихо на верхней Бухтарме и ныне затопленная Малая Красноярка на берегу Иртыша. Казалось бы, бунтари получили свое и на этом побеги должны прекратиться, но они лишь приумножились. Далеко к тому времени разнеслась новость о дарованном каменщикам прощении. Вот и бежал мастеровой люд и крестьянин подальше от горнозаводской жизни с кабальными условиями труда, сохранившимися вплоть до отмены крепостного права в 1861 году. Бежали в том числе и в Бухтарминскую долину, за камень, искать спасение у русских ясачных инородцев. Да только настороженно встречала теперь долина всяческих чужаков. Законы таежного товарищества сменил закон лучших людей – кривошейных, зайцевых, шестаковых и быковых, гласившей «своя рубашка ближе к телу». Старая вера надежно обосновала отчужденность бывших беглецов от всего мира, и смертным грехом здесь считалось приютить того, кто искал защиты от царских законов. Возникали русские поселения на озере Маркоколь, в верховьях Кальджира, на Каракобе, Аккобе и Арасанкобе, на Черном Иэтыше и Кендерлыке. Беглецы создавали разветвленную и отлично законспирированную систему схронов, в которых находили приют не только старообрядцы, но и все преследуемые государством, в том числе беглые колодники и мастеровые. Силен был пример алтайских каменщиков, добившихся свободы. Оберегали и охраняли беглецы прадедовский, да заводской уклад жизни, воспитывая детей и внуков в страхе перед суровым таежным киржатским богом. Но вновь и вновь устремлялись дети и внуки на поиски новизны, мечтая найти ту сказочную страну беловодья, которую однажды отыскал крестьянин Малышевской слободы деревни Кишкиной Афанасий Селезнев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...